Древний египтянин Древний египтянин Древний египтянин тенденция чем шикарнее и дороже магазин тем скромнее и незаметней была вывеска в эпоху социализма вывески становятся намного проще скромнее и конкретнее и если на магазине была написана мелодия значит там продают пластинки музыкальные инструменты они ювелирные изделия зато сейчас каким разнообразием пестрят современные вывески как только не стараются владельцы магазинов обойти конкурента и заманить покупателя к себе старое как и положено уступает место новому правда иногда старые и новые вывески мирно уживаются рядом и бедный покупатель не верит своим глазам что же здесь все-таки продается вообще покупателей то есть нас с вами в нынешней ситуации можно только пожалеть вывески не объясняют а скорее мистифицируют покупателя что к примеру можно купить в магазине протеже даже если вы прочитаете вывеску вам вряд ли это станет понятно зато при помощи вывесок можно великолепно путешествовать не выезжая из харькова вы можете побывать и в версале и в вероне и даже в раю то есть в эдеме расположенном в отдельно взятом полуподвале глядя на эти вывески попробуйте представить как выглядела бы в центре парижа где-нибудь на елисейских полях вывеска не харьков или в центре лондона магазин москалевка вообще в вопросе о языке на котором пишутся вывески у нас полный плюрализм кто на каком хочет тот на таком и пишет некоторые на всех сразу чтобы не ошибиться и это самое главное потому что кое-кто ошибается наверное не знает грамоты харьков как и нью-йорк город контрастов это видно и по жителям и по вывескам по закону открытому бальзаком финансовый блеск часто уживается с духовной нищетой наверное чтобы еще больше выделиться некоторые владельцы магазина в красят свой кусок фасада в другой цвет им нет дела до того что это никак не гармонирует со стальным зданием главное как говорится чтобы костюмчик сидел старый центр это жемчужина нашего города безвкусные аляповатые стилистически неграмотные вывески сводят на нет все усилия нескольких поколений архитекторов создававших целостный городской ансамбль любви италина скажите пожалуйста какой должна быть вывеска в здании которая считается памятником архитектуры когда делают вывеску на памятнике архитектуры прежде всего по моему должны соблюдать правила не навредить восприятию памятника издано распоряжение об администрации об упорядочении этих дел и по этому распоряжению к нам обращаются за согласованием и уже обращаются люди мало того если кто-то хочет организовать магазин на центральной улице в здании памятника архитектуры либо фоновой застройки мы предъявляем по этому распоряжению определенные требования и берем деньги на ремонт фасадов того здания где они расположены по опыту европейских городов я могу сказать что у них есть на исторические зоны на исторические города и улицы специальные паспорта и планы на каждое здание и если мы бог даст нам силы и денег для того чтобы мы разработали подобную паспортизацию по центральным улицам старой части города это конечно поможет всем вывеска это одежда города и как вульгарной и безвкусной одеждой можно испортить самую красивую внешность точно также вывеской не подходящий к стилю здания можно нарушить ту архитектурную гармонию которая складывалась веками если сравнивать город и женщину то очень хотелось бы чтобы харьков превратился не стареющий крикливую базарную торговку а в исполненную достоинство и благородство интеллигентную даму из тех которые не стареют